Всем огромный привет, дорогие друзья! Это у нас такая игрушка, как Clash of Clans, и не прошло и 100 лет, как на канал заехала новая серия по рубрике «Вызовы от подписчика». Буду, ребят, крайне надеяться, что вы её ждали, потому что действительно, по-моему, последний выпуск был аж 1 сентября, что почти 2 месяца назад, поэтому если поддержите ролик пальчиком вверх, то буду стараться как можно чаще такие ролики делать, потому что знаю, для вас они, в принципе, интересны. Собственно, сегодняшний вызов я принял от моего подписчика Влада, огромному привет и действительно большое спасибо за столь креативный вызов, который вы сейчас, кстати, видите на экране. Давайте я вам по-быстрому зачитаю, что же здесь за миксы Влад нам предложил и какую задачу он для нас поставил, поэтому, ребятки, погнали. Собственно, Таунхол 9, здесь я себе должен сварить 10 ведьм, 2 голема, 4 стенобоя, всё остальное это колдуны. По баночкам мне нужно взять 2 хила, рейдж, 3 землетряса и плюс ещё 1 землетряска в крепость клана. В плане юнитов в крепость клана я должен себе взять либо голема, либо хогов. Ну и задачей моей является снести первый попавшийся Таунхол 10 как минимум на 1 звезду. В принципе, ребята, выполнимо, очень даже, и насчёт микса сварганил я всё, как и было запрошено. В крепость клана взял не хогов, а именно голема. Мне кажется, здесь он будет смотреться куда лучше. Ну и по юнитам всё тоже чётко. Кстати, я думаю, вы уже заметили, у меня шестые маги, поэтому сегодня их протестим. До этого ещё ни разу на них не смотрел, именно на моём Таунхоле 9, поэтому глянем, как они себя проявят. Собственно, ребятки, поехали дальше. Вызов именно для моего Таунхола 8. Давайте я сразу же на него перемещусь, чтобы вам, так сказать, отчитаться по юнитам, всё ли сварилось, всё ли чётко, всё ли честно. Погнали. Собственно, тут я себе должен взять 2 пеки, 2 голема, 20 магов, 5 стенобоев. По баночкам 2 хилла и тряски. В крепость клана также нужно взять тряску, ну и юнитов могу брать абсолютно каких угодно, здесь написано по желанию. И задачей является снести Таунхолл фуловый, 8 именно, прошу заметить, на менее чем 85%, но более чем двушку. То есть нужно взять минимум 2 звезды, но взять не более 85%, что тоже, в принципе, является довольно интересным. На счёт микса, ребята, всё, опять же, как и было запрошено, юниты сварены в том же количестве, в котором, да, вот так надо сказать, в котором и были попрошены. В крепость клана можно было брать всё, что угодно, я взял себе валичек, ну и по баночкам, как вы сами видите, друзья мои, всё, опять же, что просилось, то и сварил. Ну и, собственно, тогда мой последний аккаунт, это Таунхолл седьмой, найти бы его, вот он. Ну, собственно, залетаем на него, и давайте также посмотрим, что у нас тут, я думаю, вы сами уже всё прекрасно видите. Тут я должен себе просто-напросто в тупую сварить 3 рейджа, 100 мух, в крепость клана взять хогов и снести Таунхолл 7, средней или фуловой прокачки, это не важно, на 2 или 3 звезды. Собственно, микс, как вы сами видите, сварен, не знаю, можно ли назвать это миксом просто 100 миньонов, но я думаю, можно, поэтому и назову. Не знаю, ребят, не знаю, что получится, но я думаю, будет крайне динамичный бой, и вообще, выпуск в целом получится интересным. Ну что, предлагаю начать, мы сейчас должны напасть с моего Таунхола 9 на первую десятку в поиске, соответственно, чтобы не смухлевать, ничего такого плохого не сделать, мы, ребята, сейчас с вами вместе отправляемся в поиск, и будем искать до того момента, пока не найдём десяточку. Я, в принципе, думаю, что это слишком много времени не займёт, поэтому погнали. Нажимаем на кнопочку в бою, ребята, волнуюсь, я всё-таки, как ни крути, нападаю ведьмами не так часто, а тут ещё нужно на десятку напасть, так ещё и как минимум звезду унести, ну я буду стараться, по крайней мере, ладно. Погнали, собственно, подбор, противник ищется, подбирается, смотрим, 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 давай, пожалуйста, побыстрее. Сколько же ты будешь крутиться, и, ребята, да, как раз с первого клика нам десяточка попадается, правда, не особо, я люблю такие расстановки, серьёзно, не так часто у меня получается их брать. И смотрите, значит, перед нами стоит задача снести базу противника, как вы, ребята, я думаю, сами все прекрасно помните на звёздочку, поэтому со стороны героев, я думаю, ведь это просто самоубийство, там куча юнитов мои пострадают, моих, да, в этой секции, поэтому давайте зайдём с противоположной стороны и будем просто стараться выбивать с базы противника звезду. Так что, пацаны, погнали. Собственно, как я тут поступаю? Смотрите, трясочки я, пожалуй, скину вот сюда, вот пробью данную секцию забора, думаю, в принципе, какие-то плоды это мне должно будет принести. После этого делаю так, делаю так, ну и, соответственно, вот так. Так, пробиваю забор вот здесь вот, по центру строго, позади всего этого дела докидываем, ребятки, видим, вроде как всё не так уж и плохо получается, насколько мы можем с вами заметить. После этого не забудем скинуть двух наших героев, которые должны будут спокойненько залететь в центр. Смотрите, ребята, вот колдун шестого уровня, мой первый колдун, который я скинул, именно который шестого уровня, крайне чётко, мне нравится. Так, предлагаю вам уже, наверное, скинуть первую баночку хила, пускай хоть кто-нибудь в этой секции лечится, давайте оставшихся видим, также докинем ближе к центру базы. Ну и, ребятки, будем наблюдать за тем, что у нас тут происходит. Как мы с вами видим, что-то такое прям нереально динамическое сейчас должно происходить. Банку Рейджа давайте сюда кидаем, мало ли, что это нам такое реально интересное поможет сделать. Потихонечку база ломается, ребятки, как мы с вами можем заметить, что бы ещё можно было в плане баночки хилнуть. Давайте хил, мало ли, как-то он мне поможет, кто его знает, собственно, уже почти 40% на базе набиты, это почти то, что нам и нужно было. Поэтому, ребят, давайте ещё вроде как совсем немножко, главное не забыть там прожать королеву, а то получится не особо хорошо. Ну, в принципе, в принципе, вроде всё как и нужно идёт. Давайте я прямо сейчас прожимаю королеву, друзья мои, 48% присутствует на данный момент. И да, отлично, звезда получена, 50%, мы можем сейчас даже себе позволить навить чуть больше, чем 50%. У нас остались маги в небольшом количестве, но их должно будет хватить для того, чтобы, я не знаю, там 53, допустим, процента сделать. Да, как вы сами, ребята, видите, 53% я вроде как и набил. Как думаете, смогу ли больше выбить? Да, думаю, должен больше выбить. Да, смотрите, 55% даже умудрился взять. Ну и, скорее всего, на этом как бы усё. Да, 55% это потолок, в который я, так сказать, головой уперся. Ну и, в принципе, чётенько. Ребята, мы выполнили миссию, десяточка. А на звёздочку разрушена, как и было запрошено. Поэтому нашей первой задачи мы ставим плюсик, и мы её выполнили. Прекрасно. Ну что, давайте я сейчас тогда по-быстрому перенесусь на Таунхолл 8. Ну и, собственно, пойду искать далее в поиск восьмёрку фуловую по прокачке. Ну и буду стараться разбить её минимум на двушку. Поэтому, ребят, встретимся уже во втором нападении. Ну и вот, ребята, подыскал я базу, подходящую по прокачке Таунхолл 8. Реально очень хороший, достойный. И поэтому давайте попробуем с него выбить эту самую заветную двушку. Так что, думаю, пора нападать. Скину, пожалуй, свои землетряски куда-нибудь сюда. Вроде как место для них здесь довольно неплохое. И дорога к Таунхоллу открывается, ну, в принципе, сразу. После этого нам нужно немножко подчистить местность. Поэтому давайте будем этим как раз и заниматься. Магов у нас, слава богу, много. Поэтому можем себе позволить их, знаете, ну не то, чтобы, конечно, налево и направо раскидывать. Ну, в принципе, немножко так эти... Вот позволить себе там поболее раскидать. Тут поменее. Да, в принципе, можно, раз такая возможность есть. Окей, думаю, пора нападать. Первый голем, второй голем. Соответственно, позади всего этого дела также будем докидывать колдунов, которые у нас остались. Ну и не забудем про то, что у меня как бы еще есть на все это дело король. Валички из крепостекла, на немножко пекарей. Давайте еще четко докину колдунов. Ну и будем смотреть за тем, что именно происходит. Основную задачу я хотел бы, ребята, вам напомнить. Чисто залететь в центр и забрать у противника Таунхолл. Давайте первую баночку хилл я уже скину сюда, потому что, ну, такой реально существенный урон начинает по нам прилетать. Еще как бы ратушу у противника нужно снести. А тут сейчас еще и наваляют нам довольно жестко. Все погибнут. Нафиг оно нужно? Давайте вот лучше перестрахуемся. Вторую баночку я вот уже хило додал. Поэтому нормально. Пока, в принципе, ребят, живем. Живем и все более чем неплохо. Звезда уже получена. Таунхолл снесен. Ну и теперь является нашей основной задачей просто взять из базы противника, получить двушку. Что мы уже так же сделали. Это прекрасно. Так, ну что, давайте это попробуем набить максимальное количество процентов на базе. Но главное не заиграться и не набить более чем в 85. Иначе вызов будет провален. Потому что это у нас четко оговорено. Собственно, смотрим, ребят. 57 уже присутствует как бы на данный момент. Сейчас уже будет чутка побольше, как мы с вами видим. 59, 60. В принципе, уже сколько? 62. Так, пока играем. Пока, в принципе, юниты на карте бегают. Можем себе позволить. Давайте, я не знаю, процентов, наверное, до 80. Эту базу набьем. Ну, не набьем, добьем. Вот так вот. И я думаю, будет, в принципе, более чем достаточно. Если нам, конечно, сил для этого дела хватит. Ну, вроде как должно хватить, как ни крути. Две пеки, два камня бегают. Пеки хороший урон дают. Камни неплохо урон этот самый принимают. От противника дефа. И, в принципе, позволить себе это дело можем. Смотрите. Основная задача, конечно, это то, чтобы пеки, в принципе, жили. Потому что это мои основные атакеры. Это мои основные дамагеры. И, главное, не давать им просто-напросто погибать. Ну, в принципе, ребят, как мы с вами можем заметить, 77% присутствует. 79, 80. Ну, что, давайте еще это. Прямо будем по максимуму выжимать с базы. Все, 84. Заканчиваем, заканчиваем, заканчиваем срочно. Потому что нельзя более 85. Брать, что-то я это, немножко заигрался. Все, прям тютелька в тютельку. Прям, ну, четко. Я, в принципе, ребятки, доволен. Ну, что, второй атаке также можем спокойно взять и поставить плюс. Потому что цель и задачу мы выполнили. Ну, и что хотелось бы сказать. Погнали. Погнали, ребят, тогда на таунхолл седьмой. С него мы должны снести какую-нибудь семерку на 2 или 3 звезды. С такой, знаете, средней или фуловой прокачкой. Поэтому, ребятки, встретимся уже тогда в нашем последнем нападении. Ну, что, ребят. Подоскал я базу. Искал, на самом деле, довольно долго ее. Ну, минут, может, 20. Но, в принципе, нашел что-то подходящее. Правда, тут 2 ПВОшки находятся на апгрейде. Но, я думаю, все должны прекрасно понимать то, что для мух ПВОшки не составляют огромную проблему. Потому что для них составляет большую проблему башни колдунов и бомба. ПВОшки, ну, не совсем то, что именно такое. Больше всего стоило бы опасаться. Поэтому, то, что они здесь на апгрейде, это прям ничего такого прям сверх страшного здесь нет. Ладненько, давайте нападем. Собственно, пожалуй, скину прямо отсюда короля. Позади буду уже выкидывать немножко миньончиков на зачистку территории. Вот таким вот образом, пускай все это дело идет. В крепость стекла, но у меня находятся хоги. Главное, про это дело не забыть. И давайте скину их, допустим, вот сюда вот, чтобы как можно быстрее эту башню Визарда поломать. И чтобы она нам, ну, не мешала, как мы сами прекрасно понимаем. Буду уже потихонечку запускать моих миньонов ближе к центру. Первую баночку рейджа давайте дам здесь, чтобы ускорились миньоны. И, как видите, о чем я вам и говорил. Ну, несмотря на то, что у противника вроде как ПВОшки находятся на апгрейде, две из трех, все равно куча миньонов помирает. А помирают они именно от башен колдуна и именно от красных бомб. Потому что это и является основной проблемой для миньонов. Это уже, ну, вообще грех оспаривать. И поэтому, ребят, не зато боимся, как говорится, то, что вроде как ПВОшек нет. Типа, заходишь спокойно, берешь эту базу воздухом, ну, нифига подобного. Вы видели, да, сколько миньонов погибло в центре от одной красной бомбы? И поэтому то, что ПВОхи находились на апгрейде, ничего страшного. Это для тех, кто будет паниковать в комментариях, мол, ай-яй-яй, ты напал на базу, когда там была именно на апгрейде ПВОшка. И то не одна, не честно, так не честно. Ну, не знаю, ребят. Очень долго искал фуловую базу, нашел что-то типа это и решил напасть. Сейчас, надеюсь, что ничего страшного, потому что мы взяли трешку. Трешку мухами. Я считаю, что, ребятки, это было достойно. Ну что, собственно, вызов, который нам сегодня бросили, мы выполнили просто весь, абсолютно. Красивый выпуск, мне лично понравился. И, ребята, буду крайне надеяться, что вам тоже. Что хотелось бы сказать? Да, в принципе, ребят, все как обычно. Ставьте пальчики вверх, если он вам действительно понравился. В комментариях оставляйте свои вызовы с миксами и с задачами, которые вы ставите для меня. Самое интересное, соответственно, будем выполнять. Все, друзья мои, желаю вам тогда удачи, счастья, добра, здоровья, всего самого хорошего. Увидимся мы с вами в ближайшем будущем на новом ролике или стриме. Всем, ребят, пока-пока.